6 и 9 августа 1945 года американцы нанесли по японскому народу мощный удар, воспользовавшись чудовищным оружием – атомной бомбой. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – единственный в истории человечества пример боевого применения этого вида оружия. Тысячи жителей, в том числе детей, оказались жертвами лучевой болезни. История одной такой обреченной девочки облетела всю планету, поразив каждого до глубины души. Согласно японской легенде, тот, кто сложит из бумаги журавлей, может гарантированно рассчитывать на исполнение заветного желания. Девочка, терзаемая физическими страданиями, несмотря ни на что, верила в эту легенду. Она успела сделать 644 бумажные птицы, но смерть безжалостно прервала жизнь ребенка. Во всем мире ежегодно погибают ни в чем невинные дети, они становятся жертвами вооруженных противостояний и конфликтов, развязанных взрослыми. События в Донбассе также унесли за собой жизни детей. 6 ноября в пролетарском районе Донецка в ДК «Юбилейный» прошло мероприятие в память о погибших малышах. Не отнимай, не солнце, ой, детей, и жизнь земли поведен не вернется, чтоб на землю звучало каждый день. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет солнце. Хотелось бы в память детей, которые погибли на территории ДНР, сделать такое мероприятие, чтобы дети и взрослые, и в частности и дети, которые сегодня пришли на наше мероприятие, помнили о тех своих сверстниках, которые погибли во время бомбардировки донецких городов. Но я думаю, что традиция должна жить и обязательно будет поддержана в следующем году. Я запомнила, что когда случилась, когда упала атомная бомба, одна девочка заболела, и ей присылали белых голубей, а журавлей. А сегодня белых журавлей кому подсвечают? Погибшим детям. Важность подобных мероприятий в том, что наши дети обретают ценность каждого прожитого дня и помнят свою историю. Алина Черняева, Вячеслав Богочук, Новороссия ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова